Славянская радио Всем здравия, с вами Народное Славянское радио Сегодня у нас 2 июня 2016 года, четверг По одному из современных календарей, по одному из старинных 12 день месяца ветров, 7524 лета, неделя Родовые общины, такова тема сегодняшнего нашего эфира И главный соведущий Сурияр Здравия тебе, Сурияр, я уже представил нашу тему Теперь тебе надо поздороваться с нашими радиослушателями Хорошо, здравия всем Родовичам, здравия всем радиослушателям Добрых дел сегодня Хорошо, у нас сегодня эфир будет не 3 часа, а где-нибудь до часиков 10 по московскому времени Так что сразу приступаем к заявлению темы Итак, родовые общины, на мой взгляд, тема, как всегда, такие уже дежурные слова и фразы, актуальная Почему? Потому что много людей говорят об экопоселениях, об общинах, о некой общности О том, что надо жить на земле, надо как-то нам всем объединяться Вот давай по порядочку раскладывать Является ли дачное экопоселение, которое многие называют просто экопоселением, общиной? Является ли общиной то, что в городе просто люди собрались между собой И сказали, что теперь они хотят жить по-славянским каким-то традициям нашим Конам, по конам, но при этом живут там в своих 12-24 этажках Сидят в этих клетках и после работы где-нибудь там собираются около подъезда Ну и просто разговаривают И вообще, что такое община и как нам в современных условиях общину построить? Вот давай вот эти моменты будем уже и разбирать Ну, наверное, тут как раз мы и начнем с того, собственно говоря, что ты закончил Что такое община, мы постараемся разобраться и понять, какой, соответственно, исходя из того Если мы понимаем, что такое община, какой для каждого из нас в ней может быть смысл Община, да, от слова «обще» что-то Потому что мы не будем сейчас, в сию секунду, наверное, по буквице разбирать Пытаться понять, как бы, глубинный смысл слова, чтобы не впасть в излишнее толкование А попробуем исходить из того, что условно лежит на поверхности Община – это нечто общее, да? Нечто общее, которое позволяет людям достигать Или не достигать находиться, возможно, в каком-то состоянии Пока, скажем так, насчет достижения еще мы подумаем Просто мы, как сказать, почему вот такой вопрос возникает Куда делась наша община и была ли она вообще когда-нибудь как таковая? Потому что то, что нам свидетельствует, в общем-то, недавнее прошлое Там буквально сто лет, сто, может быть, двадцать лет назад Что деревенская община, как таковая, была сильна И до какого-то момента как раз вот этот элемент стали рассматривать Что община сначала была именно плательщиком всех податей В тот момент, когда только установилась там И княжеская власть стала преобладать над всеми остальными властями И после того, как-то хозяйственные отношения развивались И община, она с одной стороны ослабела, а с другой стороны она приобрела некие формы Потому что началось расслоение Но это такой небольшой исторический экскурс Мы сейчас попробуем разобрать, чтобы понять, почему с одной стороны община была С другой стороны, почему она трансформировалась А с другой стороны, с третьей, опять же, почему сегодня мы не можем найти общины А еще четвертая сторона, почему многие так называемые общины Которые создаются или пытаются создаваться Существуют, как правило, очень недолго В подавляющем большинстве случаев Вот я думаю, это нам важно Основной удар по общине Ну не основной, наверное, один из первых таких достаточно мощных ударов По общине как раз нанесла Потому что, как сказать, это та сельская деревенская община Которая занималась, держала все земли, на которых она жила Проводила межевание, собирала вот эту общую подать Когда были общины, просто в более поздние Как бы специально даже, как один из наших понимающих архитекторов говорит Марина Макарова Что для улучшения и облегчения собирания налогов Как раз и был в свое время проведен указ По-моему, чуть ли не во время Петра это было Что дома должны стали строиться улицами Не так, как вот, условно, семья, род жили своим закрытым И рядом точно так же располагались другие роды И вот, собственно говоря, род селился в одном То, что как могли бы сейчас назвать хутором И точно так же собиралось Потом, для удобства почета и всего прочего Как одна из версий Было как раз законодательно закреплено построение улицами Чтобы, как, наверное, многие помнили Брать налог с каждого дыма Потому что если дым есть, с каждой печи уже идет налог И поэтому схема была Надо понимать, что та община, которую мы называем крестьянской сельской Вот, допустим, 17-18-19 век Она, да, постепенно трансформировалась Потому что примерно с, наверное, с 14-15 века Копное право начало слабеть достаточно сильно Потому что, как вот это закрепление пошло И именно землевладельцам По местным князьям А потом уже служивым дворянам Было дано достаточно много Прав по управлению В той или иной земле А так как Само по себе крестьянство Не имело Ни достаточного опыта Как бы управления государством Не было даже вот такой Скажем, околодемократической системы Которая есть сейчас Которую люди постепенно Нарабатывая Выдвигают своих представителей В те или иные органы власти Тогда было вот по местным управлению Были люди Как сказать Вот как Некая волость В волости Набиралась Старшины Старшины Как же, Алексей Не подскажешь слово Вот выскочил Старосты 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 Они собирали Вели, собственно говоря Поместные книги Записывали все роды Записывали имущественные отношения Ну и, собственно говоря В той или иной степени Осуществляли Власть на местах И взаимодействовали С городскими Там и прочими управами Таково было Раньше Но это уже вот община Скажем, более близкого Более Позднего времени Те общины Скажем, более глубокая история О которых мы В той или иной степени Стараемся вспоминать Они имели Другую схему управления Как мы говорили Просто до того момента Пока Князья Вот из той истории Которую нам Нынче Подают Как единственную Правильную Форму в школах В институтах Что князья Со времен Рюрика В общем Всю полноту власти И управления территориями По большому счету Подмяли под себя До того Община все-таки Имела управление С одной стороны Копное А с другой стороны Она имела Управление Духовное Которое Осуществляли Ведуны Волхвы Или старцы Там По местностям Которые Собственно говоря Сохраняли Мудрость Скопную Сохраняли Мудрость Общины Передавали Весь поколение В поколение Это и было Собственно говоря Настоящее Самоуправление Вот А то что касается Той общины Которая более Современная И близка К нам По Времени Вот В конце 19 В начале 20 века Все наверное Прекрасно знают Такую фамилию Столыпин Он и Выступил Основным Разрушителем Общинного Цикла Почему Потому что Для него Была интересная Идея Формирования Фермерских Хозяйств И Разрушение Вот этой Как бы Совокупной Ответственности Которая была Еще До сих пор На тот момент Сельской Местности И Через это Он думал С одной стороны Поднять Уровень Сельскохозяйственного Производства Его объемы И освободить Достаточно Большое Количество Рук Чтобы Занять Растущую Промышенность Чтобы Буржуазия И Капитализм Получил Достаточно Большое Количество Свободных Рук Ну и Соответственно Через это Как он думал Россия Продвинется Достаточно Быстро По Пути Развития Капитализма У нас Ну что из этого Получилось Мы примерно Все Понимаем Да что Достаточно Большое Количество Крестьян Разорялось И собственно С конца 19 Века Переселение В города Уже стало Достаточно Массовым По Цифрам Я не буду Сейчас Приводить Но Смысл Такой Что Через Какое-то Время Когда уже Власть Поменялась Советская Власть Начиная Собственно Горя Со Второй Половины 20-х Годов 20-го Века Она начала Уже Осуществлять Массированную Схему Переселения Потому что Она столкнулась Не то что столкнулась Она просто Продолжила Ту же самую Технологию Переселения Освобождения Крестьян Безземельных И прочих Для того Чтобы они Переселялись Города И молодой Так сказать Советской Республике Необходима Была В большом Количестве Рабочая Сила Которая Там В той Иной Степени Как раз Состояла Из крестьян Ну и вот С той поры Сельская Община У нас Начала Терять Своё И качество И количество И в конечном Итоге Ну Плюс К этому Не надо Забывать Что Община Она До самого Своего Конца Практически Всегда Держалась На Некой Мудрости Предков Которая В той Иной Степени Сохранялась И Держалась На общинном Хозяйстве Потому что Достаточно Много Находилось В общинной Собственности И общинные Земли Были Там Выпасы Покосы И Как бы Какие-то Там Зернотоки И все Прочее То Что Находилось В общинной Собственности После Того Как Пришли К власти Большевики Конечно Они Сделали Очень Большой Упор На то Чтобы Всех Крестьян Имеющих Некую Некий Уровень Собственности Чуть выше Чем Просто Ничего Сначала Объявили Кулаками Всех Зажиточных Потом Объявили Кулаками Середняков И Собственно говоря Весь Класс Сельских Хозяйственников Крепких И Которые Держали Свои Хозяйства И могли Собственно говоря Держать В деревне И нравственность Держать В деревне И устой И Собственно говоря Сохранять В течение Десятилетий И столетий Ту или иную Форму Общественного Хозяйственника Которая Позволяла Общению Во-первых Выживать Во-вторых В немалой Степени Развиваться И Собственно говоря И даже Еще с этих Времен Как мне И От Моих Бабок От Дедов Досталось Что Нас Говорит Деревня Была Помощь Если Какая-то Семья Молодая Образовывалась Юнаки Соединялись Значит Вся Деревня Им Оказывала Помощь Собирали Скарб Давали Там Хозяйство Для хозяйства Все Точно так же Поднимали Дом И поэтому У молодой Семьи Никогда По большому Счету Никаких Проблем С обзаведением Не было Потому что Не нужен Был ни кредит Не нужно Было там Очень долго Копить И все Прочее Потому что Все Это обеспечение Брала На себя Община И в этом Был Определенный Смысл Потому что Как мы Понимаем Что Ключевой Момент Для любого Из нас Для любого Живущего Человека Не только Русса Славянина Живущего На земле Это все Таки Эффективно Сохранять Свое Время То бишь Не тратить Всю жизнь Только На то Чтобы Зарабатывать Деньги Как вот Сейчас У большинства Населения У нас происходит Зарабатывать Деньги На еду На питание Ну и Как сказать Лет на 20 Уходить В ипотечное Рабство Потому что По другому Это никак Не назовешь Потому что Человек Настолько Становится Привязан К этому Сюжету Если он взял Квартиру В ипотеку То Что Ни о какой Свободе Здесь Говорить Не приходится Сегодня Мы Немножко Вернемся Еще По мере Повествования Попытаемся Разобрать Что может Или не может Делать Человека Свободным И кого Мы могли Бы Наверное Признать Свободным Если Мы Посмотрим На все Малые И немалые Народы Которые Живут Вокруг Нас Не обязательно На Российской Территории Мы видим Сейчас Еще все-таки Закончу Ну и вот Значит Потом Продолжу Вот эту мысль По Малым и прочим Народам Живущих Вокруг Нас Так вот После того Как были Вытравлены Выбиты Выселены И В большей степени Погибли Все-таки Справные Хозяева Которые Жили в деревне Сама Деревня Начала Достаточно Быстро Деградировать И терять В общем-то Свою возможность И сейчас Когда мы Едем По необъятным Просторам Нашей Большой И до сих пор Еще огромной Страны Мы видим Что Количество Пустых Деревень Заросших Полей Оно просто Не поддается Исчислению Потому что Количество Людей Которые Оттуда Были Выселены Которые Там Перестали Существовать Оно В общем-то Определяется Буквально Там В 2-3 раза Выросшими Кладбищами Практически В любой местности За последние 20-25 лет И Соответственно Надо понять Сейчас Община Исчезла Сейчас Мы там На каком-то Социальном Довольстве Со стороны Государства Существуем Какое-то Пособие В виде Пенсий Выплачиваются Пожилым Людям И собственно Говоря Как Вот этот Элемент Общины На себя Взяло На сегодняшний День Государство Причем Взяло Не сегодня Но взяло Это на себя Лет Этак 80 Назад Считай Там В 30-х Годах 20-го века Когда Советская Власть Утвердилась И собственно Говоря Все Социальные Функции Как таковые Были замкнуты Были замкнуты Именно уже На Верховное Правительство Которое Заседало В Москве Ну и В той или иной Степени Поместное Там Областное Или Республиканское Вот собственно Говоря Это то Что Стало Сообщиной Сегодня И соответственно Так как В одной Из бесед Мы Касались Демократического Устройства И говорили Что Насколько я помню Еще Платон С Аристотелем Определили Что Община Больше Насколько я помню Пяти тысяч Человек Уже Не может Управляться Демократически Почему Потому что Разница Интересов И количество Групп Которые Будут Проталкивать Свои Интересы Достаточно Велико И соответственно Эта формула Перестает Работать Прямого Выбора И прямого Как бы Исполнения Воли Большинства Потому что Та или иная Группа Уже начнет Манипулировать Общественным Сознанием Тем Паче Как мы Говорили О Большой Демократической Системе Как таковой Там Как наша Страна И Многие Страны Вокруг Просто Надо понимать Что Демократии Если Как мы Пытались Разобрать Слово И так И так Демонократия Демократия Она Не работает Почему Потому что Общий Уровень Миропонимания Всей Массы Людей Пусть Никого Не обижает Слово Масса Оно Все-таки Достаточно Низко И они Как правило Не способны Разобраться Даже В своем Домашнем Хозяйстве Вот И Сейчас В связи С этим Нам Надо Вот Рассмотреть Есть ли Какая-то Схема И каким Образом Эта схема Может быть Реализована В современном Мире Потому что Как вот Алексей Говорил Что есть Масса Людей Желающих Уехать На землю Жить Своим Трудом Кормиться От своей Земли И Собственно Говоря В этом Виде Счастье И радость Но Как показывает Практика Опять же Уехавших С одной стороны Достаточно Много Но и Вернувшихся Тоже Немало И Тех Кто Добился Там Достатка И преуспевания На земле Еще меньше Почему Потому что Как раз Они Выехали Наверное В одиночку В большинстве случаев Есть какие-то Небольшие Группы Которые Там Составляют Себя Несколько Семей У них Эффективность Уже Как правило Если им удалось Договориться Выше Ну А если Двигаться Дальше То значит Мы Когда говорим Об общении То подразумеваем Что это Некая Вполне Себе Самодостаточная Общность Которая Способна Существовать В той Иной Степени Автономна В Современном Режиме Алексей Ну Что Дополнить То Дополнить Нечего На самом деле Почему я Задал тебе Вопрос Что является Общиной Вот давай Разберемся Является ли Общиной Некое Эко-поселение Которое Себя Объявило Эко-поселением И Объявило Себя Общиной Это Первое Второе Может ли Являться Общиной Люди Живущие В городе В этих Каменных Коробках Железобетонных Или кирпичных И Собирающихся У подъезда Вечерком Для того Чтобы о чем-то Поговорить Вот давай Наверное Вот эти Вот мы Какие-то Моменты Разберем Чтобы стало Понятно А что же Такое Вообще Община Да Ну В общем-то Моя Достаточно Длинная Прелюдия Она примерно Об этом И была Что Да Была Некогда Община Но которая Была Соединена Некоторым Внутренним Устоем Была Соединена Некой Общей Собственностью И была Соединена Одной Землей На которой Она жила Вот И Соответственно Это и есть Там Практически Классическая Община При условии Что Нет Никакой Давлеющей Извне Власти Которая Там Забирает Большую Часть Прибавочного Продукта Как Было Практически Все Советское Время До Конца 50-х Годов До Начала 60-х Когда Выдали Паспорта Колхозникам И позволили Им Из Деревень Переезжать В города Потому что Какую-то Часть Вывезли Как Рабочую Силу Большую Часть Оставили Поэтому На сегодня Как мы Я уже Не раз Сегодня Сказал Что Если Община Не имеет Ничего Общего Она По сути Общиной Являться Не может То что Люди Себя Объявляют Общиной Или Пытаются Себя Как То Так Называть Как Правило Таковым Не Является Мы Если Мы Будем Честны Сами Собы Мы Назовем Это В лучшем Случа Кружок По Интересам Потому что Ну Людям Вот Интересно Там Кто-то В толкиенистов Играет Кто-то Там Викингов Или Варягов Кто-то Одевает Славянские Одежды И Там Ну Два раза В год Или Один раз В год Или Пять Раз В год Выезжают На Какие-то Славянские Праздники И Так Как Они Это Делают В Каком-то Коллективе Они Привыкли Называть Себя Общиной Но Все-таки Общиной Назвать Их Сложно Скорее Невозможно Потому что Ничего Общего Кроме Вот Этнографического Действия Которые Они Я думаю Совершенно Искренне Многие Из них Считают Именно Продолжением Традиции Предков В той или иной Степени Это Есть Продолжение Традиции Предков Но Предки Жили Полной Жизнью А мы Живем Как бы Неким Суррогатом Не все мы Но Достаточно Часто Встречаю Что люди Выезжая На природу Делая Какие-то Вещи Называются Общиной Но Община Как Таковая Сейчас Попробуем Разобраться Все-таки Зачем Нам Община Я Вернусь К тому Прервал Свою Мысль Что Если Нам Посмотреть На Окружающие Нас Народы То Мы Видим Что Они И в Экономическом И в Социальном И в Демографическом Плане Значительно Эффективнее Успешнее Нежели Наш Народ Тот Народ Который Мы И Как бы И Величаем Себя Русскими И Народ Который Мы Живем Называем Русским Народом И С чем Это Связано Что Значит Они Имеют Большую Полноту Взаимной Интеграции Просто Нам Надо Разобрать Слово Интеграции Как бы Нам Заменить Его Алексей Интер Куда-то Куда-то Интеграция Совмещение Объединение Соединение Хорошо Больше уровень Соединения По Нескольким Плоскостям Соответственно То что мы Горим Пока Значит Нет Достаточно Четкого Миропонимания Кто Мы Что Мы Делаем И Зачем Это Значит Нет Первого Уровня Договора Между Людьми Они Не Не Могут Вступить Ни в какие Ни экономические Ни полноценные Социальные Взаимодействия Поэтому Когда Люди Пытаются Строить Это на Некой Этнографической Основе Получается Всегда Нет Полноты События Соответственно Нам Надо Рассматривать Именно Тот Элемент Какая Община Начинает Уже Нормально Функционировать Нормально Действовать И Взаимодействовать Вот В этом Круте Поэтому Те Как бы Кружки По интересам Неважно У подъезда Они На полянке В лесу С 12 По 18 Этаж В одном Подъезде Они Общины До определенного Момента Все таки Не являются Потому что Уровень Их Взаимодействия Их Соединения Недостаточен Алексей Хорошо Давай с тобой Рассмотрим Такие моменты Что касается Собственности Общественная Есть собственность Есть частная Есть личная Но есть собственная Да Вот Давай рассмотрим Вообще Какие виды Собственности Могут быть Частная Собственная Личная Как ты думаешь Ну Я как думаю Скажу Как я думаю Но расскажу О тех Мнениях С которыми Мне приходилось Сталкиваться Так как В общем-то Полемика Вокруг Славянского Движения Вокруг Построения Общины Она идет Достаточно Давно И в то же Время Достаточно Интенсивно Потому что Слышал И такие Достаточно Жесткие Заявления Что вообще Никакой частной Собственности Вообще Не быть Не должно Все должно быть Ну имеется ввиду Веществленное Имущество Я не Как сказать Не говорю О тех Крайностях Которые В свое время Провозглашали Начинающие Своё строительство Большевики Когда они Все предлагали О веществе Жены Жены Детей И мужей В Общие Свести Вот Это Один вариант Другая Крайность О которой Говорят Это значит Ну Каждый Живет Это вот Как ты говоришь У Анастасийцев По большому Счету У них Как раз Изначально Немножко Идея Выстроена В другом Ключе Что Ничего По большому Счету Общего Нет Но у каждого Есть Свой гектар Который Является Его планетой Его страной Его родовым Убежищем Что там Делается За забором Часто Их Не беспокоило Но Сейчас Часто Общаясь С последователями Этого Направления Натуристского Приближенного К природе Я вижу Что У них Постепенно Начинает Вот этот Элемент Возникать В сознании Возникать В разговорах И возникать В каком-то Уровне Взаимодействия Просто Пока Они еще Находятся На промежуточном Этапе Но я надеюсь В связи с тем Что Родовая традиция Достаточно Многими Анастасийцами Начинает Восприниматься Все более Серьезно Я надеюсь Что Какие-то Советы Может быть Рекомендации От Людей С ведущих И ведущих Наших До них Дойдут И в конце Концов Или через Кое-то время Они Смогут уже Строить общины Более полного Более Интегрированного Вида Более Больший уровень Взаимодействия У них Начнет Проявляться Алексей Ну давай Тогда разберемся Вот Частно Это слово Часть Часть Вот когда у нас Говорили в Советском Союзе Часть Подожди Часть Часть Частное Частное Ты владеешь И ты Благодаря Развитию Своей части Входишь В Советский Союз Ну вот Это общество Грубо говоря И Из твоей части Стоит все А тут получается Парадокс у нас был С одной стороны У нас были Коллективные хозяйства А коллектив Это и есть Та же самая Община Где все Общее И часть Твоего Вошла В общую То есть Ты частник Ты своей частью Вошел в общее Но при этом Частная собственность В Советском Союзе Была запрещена Вот он был парадокс Некий Вот Собственная Понятная Это твоя может быть Там Собственность какая-то Мелкая Которая тебе лично Принадлежит Ну зубная щетка Условно Там что-то еще А вот личное Что такое личное Оно ведь Пересекается тоже С собственностью И вот Тут возникают вопросы В общине Что такое Частная собственность А что такое Личная собственность Может ли В общине быть Личная собственность Вот ты привел Пример Анастасиевцев Говоришь Что по сути Получается Как вот Исходя из твоих Всех примеров Анастасийские поселения на сегодняшний момент Общинами являться не могут Потому что у каждого есть свой надел Он в своем наделе сидит Кстати, там многие заборов не ставят О чем ты сказал, что за забором что творится, не знаю Многие заборы не ставят Это хорошо, на мой взгляд Но с другой стороны На догмату строят живую искрить Да, но при этом как-то отделяется Раньше же были межевые камни Чуры какие-то стояли, еще что-то А тут получается следующее Что собственность или частная Или личная есть Ну сейчас мы как-то коснулись Так вот быстренько, чтобы понять Чтобы нашим радиослушателям дать возможность подумать А чем же отличается частная собственность Личная собственность и просто собственность И земля есть Но мы не коснулись одного еще В общине обязательно управление Своё личное общинное управление Общинное Потому что когда ты говорил про управление извне То многие общины Они в общем-то непосредственно напрямую Как ты говоришь, не подчинялись внешнему управлению Их не доили Но при этом, ведь любая община Она могла войти в весевое какое-то управление В весевое могло войти дальше в следующее управление И так или иначе, если добровольно община входила В какое-либо управление, в какую-либо управу То в этом случае тогда оттуда, хочешь не хочешь Через представителей спускалась разнарядка Например, державе необходимо собрать миллиард тонн зерна условно Вот такого, такого, такого-то И каждой общине, в зависимости от того, сколько они по совести могут дать Выделялась какая-то разнарядка И все договаривались, да, вот мы это можем потянуть Дальше представители из Вечи Или от князя шел Вечи, из Вечи шел Веси Из Веси шел уже в копу, из копы шел в общину И говорил, вот к нам пришла такая разнарядка От нашей общины необходимо сдать в казну За крома Родины, в державу Вот такое-то количество тонн, или там ценнеров, или пудов зерна И община говорила, хорошо Ты, наш представитель был, ты об этом договорился Сам в плуг впрягайся и фигач, да? Ну, шутка Вот, то есть община, она, если входила в какое-то управление Какую-то управу, то в этом случае она и начинала подчиняться этим устоям Но свое-то управление все равно никто не отменял И вот этого ты не коснулся То есть у нас были какие виды управления? Давай нашим радиослушателям расскажем Какие виды управления в общине вообще могут присутствовать В первую очередь обязаны? И какие могут быть дополняющие? Так, ну, это ты подразумеваешь Для общины, по сути, первично это копное управление Как таковое Потому что община, опять же, вот мы разбираем даже Весевое управление Оно подразумевало уже наличие как минимум несколько деревень И село, допустим, центральное Они уже управлялись, да До просто как бы вот этот элемент ослабления копы И перехода управления от копы большей частью помещикам Землевладельцам Он же тоже проходил постепенно И вот этот вот элемент Как сказать Взаимодействия с центральной властью Если раньше Как бы от каждой копы На вечи Вышнее князю То же самое ходили ходоки Со своими разговорами Со своими вопросами И точно так же Получив ответы Они возвращались Поэтому сама по себе У нас же все-таки державность Она образовалась достаточно давно По большому счету И в девятом веке она уже была И если мы как бы немножко дальше постараемся Вот по этой исторической доступной нам конве Пройти там в первые века Первого тысячелетия Современного лета исчисления То вот эта Русь Южная Там где Вот по легенде Правил Бус Белояр Там же точно так же Причем Он не просто Бус он И Бош И Все собственно говоря Эпитеты Которые Из рода Белояров Все эпитеты Что он имел И жреческое посвящение И имел Как бы вот Право Верховного правителя Как бы он на тот момент Еще Вполне возможно И не звался Князем Как таковым Это Поэтому вот Державное устроение Оно примерно Таким и было Как ты говорил Да Сначала условно семья Потом род Потом общинная копа От копы управления Веси От весей Вечевое И от Вечевого князя И уже И прямая и обратная связь Тогда работала Вот этот элемент Как бы По местной демократии Он соответственно Был реализован По местного Самоуправления По местного Народоуправления А то что Как бы спускалась Кто там Какая местность Сколько всего Должна поставить Княжескому двору Для обороны Для содержания Это естественно Обсуждалось Точно так же Вместе с ходоками Вместе Просто Как мы понимаем По большому счету Со времен Начала Христианского Движения По Нашей земле Как Вот этот момент Полноценной Ответственности И равновесия Между Князем С дружиной И землями Она Была утрачена И по большому счету Из века в век Из года в год Вот эта Сила встречного Скажем Напора И возможности Самого народа Поместного Влиять на решение Князя Ну в общем-то С каждым годом С каждым веком Слабела И в конце концов Мы пришли К самодержавию И там Как наверное Многие помнят Последний Царь Из Романовых Он Как бы В этой В соцопросе Образно говоря Написал Хозяин земли русской Вот И все То есть он Как сказать Есть я И условно Есть мои там Подданные Ну даже не подданные А все что Находится у меня Во владении Примерно так Поэтому Само по себе Управление Оно у нас Как бы мы Уже очень давно Там Ну как минимум Полторы тысячи лет Живем все-таки В державе Это После Как бы Того Нескольких Темных веков Начиная там От третьего По Наверное Не С четвертого Наверное По восьмой век Когда Большинство Славянских Арийских Сарматских Готских Гунских Племен Ходили здесь Собственно говоря Эпоха великого Переселения Народов Как она Ходили здесь Сами по себе И собственно говоря Какие-то Племенные Союзы На короткое время Возникали Но они не имели Державного Устроения Которое Собственно говоря Достаточно четко Мы Можем проследить Начиная с девятого века Со времен Вещего Олега И Несколько раньше До прихода Команды Рюлика Потому что Князья были Тогда И Северной Руси Новгородской И в общем-то В центральной Частью Уже тоже Достаточно Большой Элемент Взаимодействия С Новгородом Он формировался И как бы В той или иной степени Власть Центральная Она постепенно Набирала Своё На сегодняшний день Опять же Если мы возвращаемся К тому То что я говорил Если мы смотрим По сторонам И смотрим По времени Мы понимаем Что Вот этот Элемент Замена То бишь Были Как В Велесовой книге Сказано Старотчи Старотцы Которые Вот старейшины Которые Держали Территорию По большому счёту Они были Хранителями Родовой традиции И не позволяли Скажем Самоуправству Князей Выходить За пределы Интересов Общины Потому что В первую голову Всё равно Всегда было Интересы Общины И Продолжение Существования Общины В правильном Как бы Ходу В правильном состоянии По отношению К самим себе И к окружающему миру Это Что касается Алексей Да Я несколько бы Расширил Всё-таки Рамки Поскольку Даже Наши календари Все идут 7524 Лето Это говорит о том Что Централизованная Была всё-таки Система Летоисчисления И Как минимум Не какое-то там Тысячелетие Или две тысячи лет А намного больше 7524 Лето Как минимум Как минимум По некоторым традициям Там вообще Чуть ли не в миллионы лет Уходит Да Наша древность Наше прошлое Вот Поэтому я не стал бы Так всё урезать Лично я бы не стал Урезать В тысячу лет Или тысячи лет Расширивая Расширивая Границы И рамки И потом На мой взгляд Держава Всё-таки Это не то Что Вот Было Последние Тысячу лет Последние тысячи лет Всё-таки Там Из державы Делали Царствование Или Как бы ещё Это называлось Государство То есть Где есть Государь Государь Вот так Государство Подходит А до этого Была держава Вот держава Это когда Самодержавие Когда Сами Люди За счёт Общин За счёт Родов Сами Эту землю Эту державу То есть Держали И получалось У нас Первобытно Общинная Держава Не первобытно С точки зрения Как это Каменных людей Там рисуют Да А исконная Исконно Общинная Держава Вот если Вот так Вот мы говорим То есть Первобытно Общинная То есть Исконная Люди Живущие По конам Соблюдающие Заповеди Соблюдающие По коны Кон и так далее Естественно Что тогда Князья Не имели Вот этой Родословной Которой Нам сейчас Всем втирают Что вот Была такая Элитная Группа Которая Потом Переросла В цари Да нет Цари Это уже Ну хотя Царей Понятно Что Да Но вот Я имею Ввиду Те царей Королей Которые Нам сейчас В истории Очень активно Преподают Вот эти все Цари и короли Они никакого Отношения К исконным Нашим Князьям Отношения Не имели Потому что Не было Такой Элиты Как князья Князь Это Кон Ясь То есть Кому было понятно Кто содержал Кон На ком Держался Кон Кто отвечал За кон За то Чтобы Да Ясь Это Ясь Есаул Ясь Который У лица Держит Разъясняет Объясняет А не тот Который Сейчас Налейте Чего-нибудь Куда-нибудь Есаул И так далее Немножечко Уже Исковеркали А может быть Даже не немножечко А очень сильно Исковеркали Поэтому Все-таки На мой взгляд Была держава Держава Самодержавная Первобытная Община То есть Исконно Общинная Где Конезья Которые Управляли Которым Не доверяли Которых Не выбирали А которых Назначали На управление Лучших Из лучших По местам И Была такая Вероятность Что Из любой Даже Не очень большой Общины Была вероятность Что Вот Достойный Человек Вырос Высший Знающий Ведающий Кому Ну скажем так По роду Снизошло Ведание Знание То есть Уровень Жрецов И может быть Даже еще выше Он Потихонечку Вот Выдвигали Его Снизу Из своей Общины В копу Из копы Веси Веси Ввечи И потом уже На державный Уровень И он становился Тем самым Циарием То есть Высшим Из князей Но Не на то Чтобы его дети Тоже были царями Или князьями Нет Ему давалось В управление Держава То что он держал Да Вот она обозначала Где земли За которые он отвечает Ответственность несет Давался Скипер Или скипетра Там по-разному Называли Та палочка Которую он указывал Разрешение Тебе разрешается Говорить Говори Или передавал Эту палочку И вот когда Эта палка На кого-то управлялась Никто не имел Право рот раскрыть Или когда Передавалась Эта палка Ему И вот кстати В некоторых общинах Когда производится Вот Какое-то копное решение Или Ну что-то До копа собирается Или общинный сбор Производится Священные рощи Ну или Где-нибудь еще Не важно Там вот собираются Лучшие мужи И там ставится Посередине шест Вот эта вот самая палочка И когда Старшина Голова Кола Да Ну или у кола Или дается в руки Переходящий Как это переходящий Это вот Скипер Или там Скипетр И вот ему Когда он Или выходит Или старшина Ответственная За то Чтобы проходило Все Без сутылоки Без шума Он Передает Эту палочку Или вызывает В круг Вот пока Он стоит И держится За это За этот Кола Или за палочку Или держит Руки Эту палочку Никто не имеет Права Рот раскрыть Он должен Полностью Высказать Все Что имеет Он Он должен Мало того Отойти От этого Сесть Круг И после Этого Тогда Пока Старшина Выходит К этому Месту Никто Опять же Не имеет Права Рот Раскрыть Почему Чтобы не Сбивали Мысли Других Потому что У нас Единственное Правило Это Единогласие Выбора Чего-либо Что Отличает Нас От демократии От прочих Нововеяний И Нововязаний Которые Нам Просто Навязали И Вот Это Надо Все Учитывать Поэтому Я Все-таки Хожу С того Что Жили Мы Исконной По Исконной Вере По Исконным Нашим Каким-то Дарованием Свыше То Что У нас Было Изначально И Называлась Это Держава Которая Строилась На Раду На Общине И так Дальше О чем Ты Говорил Мне Кажется Так Более Стройно Появляется Сейчас Прорисовывается И вот Управление Как раз Мы с тобой Коснулись Управления Ну как Вот Я сейчас Обозначил Ты Обозначил Что При каждой Общине Был Совет Вторейшин Или Там Где Выбирался Старшина Там Где Выбирался Десятник Сотенник Тысячник И так Далее По-разному В разных Местах Называли И у Кузаков Там То же Само Потом Осталось Никуда Не денешься Вот Давай Еще Про Управление Поговорим А кто Имел Вообще Возможность Находиться В управлении То есть Кого бы могли Назначить В управлении Вот это Тоже Немаловажный Такой Момент Потому что Сейчас В управлении Кого ни попадя Вот так Называемых Современных Общинах Назначают Так ли Это Может ли Это Быть Ну В одной Из бесед Мы Касались Уже Вот Если мне Не изменяет Память А вроде бы Нет Мы Описывали Понятие О четырех Царствах Об их уровнях О их возникновении И возможности Их существования Царство ведающих Царство Воинов Итезей Царство Весей Хозяев И Царство Тружеников Это Вот Как бы По нисходящей Составляющей Как Мы По-моему Уже тоже В одной из бесед Касались Что Одна из Основных проблем Нашего нынешнего Управления Начиная С поместного Там Земельного уровня До Самой вершины Что Совершенно Не Обозначена И не прописана Схема Через Которую Люди Условно Как через Игольное ушко Могут либо Проходить Либо не Проходить Чтобы Иметь Власть Потому что Условно Как Если Ты Помнишь Я говорил Что Десятником Да Может быть Труженик И он Может Восходить В своем Развитии Достаточно Высоко И далеко Сотником Уже Значит Должен быть Управитель Среднего уровня То что Называется Веся хозяин Вот А То что Дальше Двигается Уже Управлять Землями Достаточно Большим Это значит Человек Должен Уже Уровень Воин Который Обладает Понятием Вить Язы Тот Который Уже Изучил Веду И понимает Искусство Управления Как таковое Это И Как мы Можем Условно Этих людей Определять Да Есть определенные Внешние Признаки Но Они Не являются Безусловными Потому что Внешне Как мы видели Наверное Любой из нас Видел неоднократно И Статин И Красив И Пригож Но На человека Мысль своей Не похож Все Все с этим Сталкивались Поэтому Как бы По старому Времени Когда еще Я говорю Мы обращаемся Потому что То что ты Говоришь Что мы можем Историческую Ретроспективу Растянуть Минем На 7 лет Ну Даже если Как бы Обращаться К понятию Гаплогрупп Вот Р1А1 Или Р1Б Те Которые Считаются Наиболее Четко Попадающие Соответствующие Арийскому Ходу Они Насчитывают 18-20 тысяч Лет До Времени Первого Предка И Соответственно Мысль Первого Предка Вот этой Гаплогруппы Она Во всех Его Потомках В той или иной Степени Присутствует До сих пор И это Не Ни одна Тысяча Ни полторы Ни три Ни пять А в общем-то Как минимум Двадцать Не считая Того Что Было До Поэтому Тут Нет Противоречия Просто Скажем В доступных Нам Источниках В то же Время Достаточно Спорных Возможно Но Имеющее Большее Само по себе Наполнение Оно Все-таки Есть Поэтому Я не Пытаюсь Урезать Нашу историю Но Говорю Вот это Нам Скажем В большем Количестве Источников Доступно Поэтому Чтобы Нас Не обвиняли Что мы Постоянно Пытаемся Переписать Историю И там Донести Какие-то Искажающие Или прочие Факты Потому что То что Нам доступно Оно реально Нам доступно И Как бы Кола Ведающих Оно в наших Родах Никуда Не исчезло Оно Собственно говоря Сохранило Вот эту память Почему Какие-то Элементы Там Знания Информации О прошлом Они периодически Прорываются И дополняют Ту картину Которая К сожалению На сегодняшний день Во многом Разорвана Алексей Я просто В очередной раз Хотел Третий раз Уже Так Брасываю Что в общине Любой общине Как Такого Именно Общинного Формата Так и Более крупного Уже Княжеского Формата Присутствовало Несколько Ветвей Управления То что Сейчас Называется Властью Ну Можно и Властью Тогда было Называть Это Мог быть Общинный Староста На более Высоком уровне Это мог быть Князь Да Это мог быть Военно-начальник Хозяин Воев Какой-нибудь Да Или Хан Тот Который Опять же На уровне Княжения И Жрец Или Какой-то Верховный Жрец Или Ди Или Патер Ди Ну По-разному Разные традиции Мы знаем По-разному Называли Вот Давай Вот эти Три Структуры Мы с тобой Тоже Опишем Ведь Любая Община Это Не только Когда Человек Единовластно Вот Его Назначили Старостой Что Были Подстраховывающие Структуры И Корректирующие Структуры Со стороны Защиты Те которые Ну Или Милиция Или полиция Сейчас там Называется У нас Да И со стороны Тех Которые следили За Некими Обрядами Которые следили За проведением Каких-то Праздников За проведением Пассивных дел И так далее Те которые От природы От богов От знаний Вот эти вот Три структуры Мне кажется Каким-то образом Надо сейчас тоже Нам обозначить И тогда Нашим радиослушателям Станет Очень понятно Почему Современное Экопоселение Ну никак Общиной Называться не может Ну Тут Мы видишь Попадаем Тут В некую Наверное Слабую Не в плане Знаний А в плане Нынешнего состояния В некую Слабую Общину Потому что Ты Упоминаешь И правильно Делаешь Вброс Что Вот были Мудрецы То что мы Называем Ведающие Но Собственно Как мы Опять же Из Доступного И понятного Нам сегодня Мы видим Что Как Верховной Властью Нравственной Да Которые Смотрели За тем Чтобы Роды Не сбились С колонов И не ушли Во тьму Как раз Были Ведающие Они То что Опять же Мы Как В одной Из предыдущих Бесед Разбирали Уровень Прогностики Или стратегического Видения Вперед У тружеников Это Один год У весей У Хозяев Предпринимателей 3-5 лет У Витязей Управленцев Более Высокого Уровня Это 15-25 лет Это Одно Колено Ну И Ведающие Значит Уровень Прогностики Их Он Как раз От 75 И Далее До 150 До 200 Лет Потому что Они знали Через сколько Колен Примерно То или иное Событие Или изменение В родах В народе Может произойти И соответственно Уровень Ответственности И уровень Власти Он примерно Точно так же Распределялся И условно Вот Разбор Посевной Это Уровень Старосты И это Уровень Решения Самой Общины Как бы Подготовка К борьбе Или защите От Некого Внешнего Врага Это Как раз Уровень 10-20 Лет Подготовка Там Войска Обучение Подготовка Вооружения И все Прочее Это Уровень Определения И Опять же Как бы Расчет Прямой Экономики Это Уже Относилось К уровню Как ты говоришь Военачальников Князей Витязей Высшего Порядка Вот Это Их Схема Управления А Сам По себе Нравственные Устои Само По себе Соблюдение Правды И Справедливости В том числе Как раз Относилось К ведущим Но Так как Я говорю По большому счету С 9-10 века Это Власть Которая Она По сути Это параллельные Три ветви власти Потому что По местные Весевые Отвечают За вот это Коловращение Внесение Семян Землю Сбор Урожая Подготовку К следующему Сбор Общинных Денег Для закупки Там Металла Для закупки Опять же Если надо Семян И какой-то Первичный Фонд Семенной И Запас На Случай Недорода Или засухи Это вот Уровень Первичный Но просто Точно так же На всех Уровнях Включая Князя Потому что Все-таки Как мы говорим Ведающие Не являлись Безусловной Светской Властью Почему Они Даже На копе Или на вече Не Имели Как право Голоса Они не голосовали Но Глаз у них был Потому что Они что делали Они Разбирали Копные Решения И Как Выносили Некое Решение Соответствует Это решением Копа Предыдущей И ведет ли это К правильному Будущему Почему По большому счету Их Глаз был слышен Он имел По уровню Качество Вета То бишь Если некое решение Копы Виделось Ведающим Старцам Что Оно может Противоречить Или разрушить То бишь Вот этот Момент судейства Копного Как раз Был за ними Поэтому и управление Я говорю Было весевое Княжеское И Духовно-нравственное Это управление Или там Духовно-нравственное И сохранение Обычай Традиции И Исконных Понятий Оно было Отнесено В Стан Ведающих Но собственно говоря Это было утрачено И мы постепенно Как бы Скатились До уровня Упрощения Максимального И на сегодняшний день Условно Высшие управленцы И Основной Народ В своей массе Они никак не взаимодействуют И мнение народа По большому счету Крайне мало Воздействует На Власть На сегодняшний день Придержащих Поэтому я говорю Что мы Столкнулись Маленькую Опять Ремарку То что Вот это Выборность И допуск Потому что Даже Как таковой Советский Союз Завалился Что три раза Подряд На высшую Должность Были выдвинуты Те Которые Никак Ей не могли Соответствовать Ни Хрущев Ни Брежнев Вот Хрущев Это Труженик Причем Низкого толка Если его Разбивать Разбирать Поварную Составляющей Веся Брежнев И Точно так же Труженик Более высокого Уровня Не доходящий До веси Это Горбачев Ну и собственно Как вы понимаете Такую Могучую Духовную Имеющую Безусловную Силу И пребывание В длительном Времени Страну Они Держать и Развивать Не могли Потому что Как бы мы Не относились К Сталину Просто надо Понимать Что его Уровень Понимания И способности Построения Систем Они Были Очень высоки А все Кто были После Они Даже близко К сожалению Не дотягивали Что Даже с теми Потерями Которые Произошли Во время Как бы Революции Гражданской Войны Коллективизации Великой Отечественной Войны Мы могли Бы развиваться И идти дальше Но Тех Кто Мог бы Систему Перестраивать И развивать Не оказалось И соответственно Вот это Предательство Которое Произошло В Там Восьмидесятых Годах Прошлого Века Оно и не было Замечено И не было Никем Разобрано И не было Обозначено Поэтому Когда Нас всех Уже Поставили Перед Фактом О том Что Держава Развалилась Никто И не понял Что Произошло Вот это То что Есть И поэтому Та Большая Община Которая У нас Условно Была Так называемая Советская Общность Людей Она Оказалась Недееспособна Потому что Разрыв между Знанием Исполнителями И Массой Оказался Непреодолен И непреодолим На тот момент Вот И поэтому Сейчас мы Разбираем Как Опять Нам Выходить На следующий уровень Понимания На следующий Уровень Взаимодействия Потому что Вот То что Люди Как бы Кружки Поинтересам Называют Общиной Общинами Все-таки Не являются И это Надо понимать И мы Если хотим Продолжиться Вечности И перейти В какое-то Новое состояние Должны Сейчас Рассмотреть Как Примерно Могла Бы Выглядеть Наша Община И что Является Условно Краеугольными Камнями Которые Эту общину Могут Выстраивать Алексей Хорошо Давай Я сейчас Тогда еще Немножечко Себя Вброшу А потом Ты уже Это расскажешь Так вот Когда я Приводил Примеры Князь Хан Жрец Верховный И так далее То на общине Наверное Это староста Это воевода И какой-нибудь Ведун Вот когда Вот эти все Три формы Власти Между собой Соединяются То получается Система управления Которая Взаимосвязана И с природой И с богами И с человеком Между собой Пересекаются И еще Мы не говорили О том А кто мог быть Копеном То есть Тот муж Который Избирал Старосту Избирал Воеводу Или назначал Старосту Назначал Воеводу Который Доверительно Относился К ведуну К жрецу Те которые Находились В этой общине И так далее Вот здесь Очень важно Отметить Что Копенами Могли быть Самые достойные Из общины Те которые Имели Определенное Благосостояние Те у которых В семье Был Порядок У кого был Какой-то Определенный Круг детей Количество детей Дети были здоровыми Было свое Хозяйство И Те которым Люди Доверяли Знали что Этот Представитель Копен Он будет Не просто На свою Семью Работать А будет трудиться На благо Всей общины Потому что Он знает Как И организовать Своё хозяйство И как детей Породить Как их воспитать Как сделать Добро И так далее Вот Копенами Могли быть Только такие люди Поэтому Современные Многие Общины Они делают Очень серьезный Вот Опять же Реверанс В сторону Современных Так называемых Общин Они делают Серьезную ошибку То что Очень часто Создают Некое Демократическое Общество Где каждый Имеет право Свой голос Подать Независимо От того Мужчина Это или Женщина Парубок Это или Уже Старик Есть у него Хозяйство Или нет Своего хозяйства Есть у него Какое-то Количество Детей Здоровых Или нет Вообще Справка У него Есть о том Что он здоровый Или как бы так Его врачи Уже там Не принимают От него бегают Вот То есть Вот эти все моменты Не учитываются И получается Полный шурум-бурум Там Хотя и называют Себя общинниками Хотя называют Это неким Копным управлением На самом деле Это всего лишь Навсего Извращенная форма Демократии Не только Более локального Вида Вот и все Вот это тоже Надо учитывать То есть Избранность Назначение Единогласие Формы разделения Власти И объединения Власти Воедино Где присутствуют И жреческая То есть Ведовская составляющая Где присутствует И военная Или милицейская форма Наведения порядка И где есть Десятники Сотники Если нужно Тысячники Или темники Те которые Уже по местам Что-либо Наводят порядок То есть Участковые По-другим Можно назвать И где Есть Князья Или старосты Назначенные Которые Исполняют Возложенные Обязанности Какой-то срок И в конце срока Полностью Отчитываются За сделанную Работу И в том случае Если их работа Не устраивает Тех Кто их Назначал То есть И Копенов И саму Общину Представители Общины Более широко Нежели чем Копенов То в этом случае С них ведется Очень строгий спрос Вплоть до Исключений Из общины Всей семьей А это Получается Уже изгой Ну вот в принципе Я вставил то что хотел Теперь давай Про уже То что ты хотел Поговорить Рассказывай Ну да Алексей Ну тут Наверное Я Не то чтобы С тобой в полемику А немножко Ты все таки Рассказываешь О Развитых общинах Да Ну вот Подразумевается Что община Да естественно Я хочу Я хочу сказать То что к чему Мы должны стремиться То как вот оно По идее И по нашим Каким-то писаниям Конам Оно должно как быть Естественно Что мы Берем Идеал какой-то Опять же слово Не наше Но берем Что-то хорошее Светлое И доброе Куда мы стремимся Но при этом Надо теперь учитывать А то в каком Ж мы находимся Да Вот теперь давай С этого Теперь выкручивайся Ты Ну да Ну опять Значит Я вернусь К тому Которому уже К тому моменту Которому уже Несколько раз Подходил Что Да Оглядываясь по сторонам И смотря даже На современное состояние Дел в тех или иных странах И даже в нашей стране Мы видим Мы видим Что Преуспевают Как правило Те страны Которые имеют Более-менее Развитое Самосознание Это раз А во-вторых Ну самосознание То есть Внутреннее Миропонимание О Мироустройстве И своем Движении В нем В этих странах Существует Это первая Составляющая Вторая Составляющая Не меньше Это то Что в этих странах Сохранено Общинное Взаимодействие То что Вот у нас Порушено Потому что Вот этот Верхний слой Всех наших Общин Он улетучился В какой-то момент В начале 20 века Большая часть И Его Подменил Собой Как раз Вот этот Управленческий Аппарат Который Словно От Москвы Был делегирован До Самых Окраин До Самых В общем-то Глухих Деревень Но Подразумевалось Что Эта власть Она Сразу Имеет Своим Источником Именно Москву И Практически В ни в коей Степени Не имеет Своим Источником Вот Тот народ Который Живет На местах И соответственно Вот этот Момент Деморализации Момент Того Что Никто Из нас Ничего Не решает Он Показал Себя Вот В том Ключе Что Когда Пришло Время Принимать Какие-то Решения У нас Не оказалось Ни Людей Ни Структур Никого И ничего Кто Способны Были бы Защитить Либо Своё Мнение Либо Своё Состояние И соответственно То То Что Раньше Было Хотя Бы На уровне Декларации Нашей Общественной Не общинной Общественной Собственности Оно В одночасье Вдруг Испарилось И исчезло Куда-то Сейчас Мы понимаем Что И как бы Статистика Нам об этом Говорит Что 90% Собственности В нашей Стране Принадлежит Там Одному Или Двум Процентам Людей То бишь Остальные 98% Имеют Там 5-7% Ну и соответственно Уровень Справедливости Социальной В такой Структуре Он Существовать Не может Поэтому я говорю Опять же Если мы Глядим по странам Глядим по народности Мы понимаем Что Уровень Выживания В современном мире И это было Всегда И видимо В обозримой Перспективе Будущего Будет точно так же Уровень Выживания Человека В первую очередь Зависит От того Какое Сообщество В данном В нашем Контексте Общину Он входит И какой Уровень Внутреннего Взаимодействия В этой Общине Существует На сегодняшний День Вот наша Недееспособность Неспособность К взаимодействию Все время Нас Как бы По отношению К внешнему миру Опускает На уровень Как сказать Более чем Низкий Я бы не назвал Как бы Дабы не оскорблять Наших Радовичей Это Рабским Но Собственно говоря Раб Отличается От свободного Человека По большому Счет Только Тем Какое Количество У него Есть Свободного Времени Которое Он может Посвятить Себе И Условно Тот Уровень Добавочного Воспроизведенного Продукта То бишь То что он делает Остается В его Собственности И что Уходит На сторону И если Мы посмотрим Что условно Девять Десятых С того рубля Который Мы Зарабатываем Уходит В непонятном Направлении То Мы конечно Можем Щеки Надувать Но Скорее Всего По Уровню Остаточного Продукта Который Нам Остается Наверное Многие У нас Не Сильно Отличаются От Той Структуры Которая Называется Рабовладением Если Мне не Изменяет Память Это По-моему Нишев Сказал Тот Человек Который Не может Посвятить Хотя бы Половину Своего Времени Может быть Причислен К рабам Но Там Не дословно Но Смысл Примерно Такой И Вот В этом И заключается Основная Проблема Нашего События И нашего Неумения Жить Пока еще Неумения Жить В общине Потому что Мы понимаем Что Если Община Умеет Собирать Свою Экономическую Систему На которой Мы Сегодня Наверное Может быть В малой степени Коснемся Но В какой-нибудь Из последующих Бесед Мы именно Все-таки Попытаемся Разобрать Экономику Общины Как Каким образом Она Может быть Устроена В современном Мире И Как нам Эту экономику Построить Имеется Ввиду Той Общине Которая У нас Все равно Должна Созидаться Но Должна Это мое Как бы Мнение Я попытаюсь Его сейчас По Мере Своего Понимания Обосновать Как я говорю Что Община Дает Возможность Правильного Взаимодействия С большим Миром В данном Случае И даже С нашим Государством В котором Мы все Живем И к сожалению Далеко не Благоденствуем Пока еще Во-вторых Она Через Экономические Связи Сейчас Такое Есть Достаточно Мощное Поветрие Что люди Начали Объединяться В потребительские Кооперативы Как бы Опять же Если эту систему Разобрать Она В той или иной Степени Наверное Может быть Но не Предтечья Общины А Стать одним Из инструментов Взаимодействия Тем Паче Современное Законодательство Этому Способствует Потому что Когда люди Большую часть Произведенного Продукта Усваивают И Перераспределяют Внутри Общины Значит Все Что Произведено Ими В общине Становится Опять же Общинным Достоянием Но Не общинным В плане Общим А в том плане Что Любой Существующий В общине Получает От этого Свои Дополнительные Преференции Свои Дополнительные Блага Вот Вот К чему Мы Движемся Идем А то Что Как бы Алексей Как ты Задавал Вопрос О личной И частной Собственности Конечно И личная И в той Или иной Степени Частная Собственность Она Вообще Необходима Почему Потому что Как Говорят нам Наши ведущие Ведано нам Из Искона Что человек Идет в своей Жизни Двумя путями Это путь Свой Индивидуальный Путь Развития Своего Духа И путь Развития Взаимодействия Именно Общинного Мужчины С женщинами Люди С людьми Одни Коллективы С другими Коллективами Это тоже Собственно говоря Один из Наших Духовных Опытов Которые мы Проходим И что бы мы Не говорили По сути Все равно Вся наша Жизнь Есть обретение Опыта И через этот Опыт Мы Обогащаем Своё сознание И через этот Опыт Обогащается Вся Вселенная Которая Собственно говоря Через нас Себя Познаёт И наши боги Точно так же Набирая Наши предки Светлые Набирая Этот опыт Трансформируют И наше сознание И Вселенная В общем-то Рассвечивается Новыми красками И новыми Возможностями Для каждого из нас Почему Для нас Это первичное И необходимое Качество Но Община В данном Случае Как раз Даёт Очень большие Возможности Для этого Почему Потому что Если мы Не находим Способа Освободиться Сами От Рабской Зависимости За еду За крышу Над головой За одежду Много Много Работать Значит У нас Нет Возможности Для развития Ни индивидуального Духа Нет Возможности Для Правильного Воспитания Выращивания Своих Детей Чтобы они Были Достойными Продолжателями Со-творцами Нашего С ними События Вот это И есть Те возможности Которые Даёт Община Даже Минимальный Уровень Коммуникации Как Внутренний Детский Садик Того Или Иного Рода В котором Может быть Соединено Буквально 50-70 Человек Она Уже Даёт Возможность Освободить Очень Много Времени Для того Чтобы У людей Была Возможность С одной Стороны И заниматься Трудовой Некой Деятельностью И общаться Со своими Детьми Это Первый Уровень Коммуникации Почему Если мы Будем Перечислять Те Элементы Которые Возникают Как Плюсы Как Бонусы В любой Общине Это Достаточно Долго И много Но Когда Мы Будем В одной Из Бесед Разбирать Экономику Общины Мы Эти Элементы Будем Плюсовать Разбирать И смотреть Откуда Возникает Время Откуда Возникают Возможности Откуда Возникает Вот эта Наполненность События В общине И общинная Собственность В том числе Алексей Я предлагаю Все-таки Более Конкретику Сейчас уже Развить Потому что Нас остается 40 минут До твоего Выхода Из нашего Эфира Все-таки Давай Начнем С того Что Современному Человеку Необходимо Начать Делать Как Строить Вот Нашу Общину Исходя Из Современных Реалий Каких Правилах Устоях Поконах И так далее С чего Начать Нет Самый Большой Враг Наш Который Никак Нам не дает Построить Великолепные Чудесные Общины Он Находится Где Он Находится У нас В голове Потому Потому Что Вот Эта Система Образования Воспитания И собственно Говорят Три Колена Поколения Уже Пройденных Без Достаточного Уровня Взаимодействия Они Породили В нас Неспособность Во многом Взаимодействовать Вот в этом Ключей Заключается Одна Из Основных Проблем По-моему В одной Из бесед Я уже Касался Тех Краеугольных Камней Я сейчас Попробую Коснуться Как По Доступной Наверное Мне полноте Это Значит Сначала Община Должна Понять Да Ну вот Не община А потенциально Общинники Должны Понять Что Принять В свое Миропонимание Вот ту идею Что Полноценное Выживание Каждого Индивида И семьи Возможно Только В родовой Общинной Структуре Потому что На сегодняшний день Ни один человек Ни одна семья Не в состоянии Не сохранять Традицию И обычаи Предков наших Ни в ней существовать И Собственно говоря Чтобы Продолжить Своё существование Во-первых Как Родовой Структуре Во-вторых Как Семье Во-вторых В-третьих Как индивиду Человек должен быть Интегрирован В некое Социальное Сообщество Которое Придерживается Определённого Устоя То что мы Говорили Поэтому Ключевым Элементом Является Первая мысль Что Человек должен Понять И признать Признать Уровень Полноценного Выживания Возможен Только Как По местной Родовой Общине Которая Следует Определённому Правилу А определённое Правило Это и есть Тот Первичный Договор Или устой Или Уряд Которому Готова Следовать Та или иная Группа Людей И только Заключив Вот этот Договор Между собой Приняв Скажем Некий Устав События Они Могут Начать Двигаться Это первое Условие Первое И обязательное Просто тут Наверное Определённая Проблема Что люди Не являются Ни юристами Ни Как бы Не обученными По схемам Вот этих Социального Строителя Строительства Они Будут Блукать Но Слава богам Есть у нас И свои Понимающие Есть свои Ведающие Поэтому Если в этом Некая Необходимость Будет Она в этом Есть Безусловно Значит Те или иные Формы Внутренних Уставов Внутренних Урядов Я думаю Мы в ближайшее Время Можем Выдать Для того Чтобы люди Начали По крайней мере Их изучать И понимать Потому что Если человек Говорит Да я хочу Быть в общине Но не принимает Вот этот Общественный Общий договор Общий Уряд Значит Как бы Его место В общине Пока еще Не появилось В нем Самом И соответственно Он не может Стать Частью Общины В социальной Зачем Сначала 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 Договор Устоя Но вот Собрались Люди Городские Люди Которые Жили В этой Достаточной Цивилизации И Захотелось Им Что-либо Сделать Такое Что Их Приблизило К нашим Родичам К нашим Родовичам Которые До этого Позволили Нам здесь Существовать И вот Они Собрались Все вместе И поехали Выбрали себе Какое-то Место Ну То что Называется Экопоселением Решили Там план И вот Они Составляют Устав Экопоселения Этой Общины И какие Основные Моменты Должны В этом Договоре Присутствовать То есть Что Самое Главное На что Надо Обратить Внимание Ну Тут Понимаешь То о чем Мы говорили Оно Как бы Немножко Вроде бы Осталось За скобками И в то же Время Я Все-таки Мне кажется Уделил Этому Внимание Что Люди Должны Сначала Определить И разделить Для себя Цель Потому что Если мы Будем Разбирать Вот эти Категории Условно Сначала Есть смыслы То что Продолжается В вечности Есть цели Те которые Позволяют Достигать Смыслов Ну Смыслы Может быть Оказаться Достаточно Высокими И мы Их Сейчас Пока Сию секунду Трогать Не будем Может быть Сейчас По Мере Повествования Мы к ним Вернемся Но Наиболее Важно Это цель Цель По сути Она Лежит На поверхности Она Видна И понятна Значит Нам Надо Научиться Жить С друг С другом Так Чтобы Мы Могли Продолжить Себя Свои Семьи Свои Роды Вечности То бишь Исполнить Вот эту заповедь Храни Свой род Первая заповедь Которая В общем-то Определяет Путь Любой Общины На земле На земле Это горизонтальный Уровень Но для выживания Она Как раз Ключевая Так вот Если Эта цель Обозначена Значит Дальше Это Как В любом договоре Есть преамбула То бишь Первая Часть Составляющая Которая Описывает Смысл Людей Которые В том или ином Договоре Соединяются И взаимодействуют Кто мы Что мы Делаем И Каким образом Поэтому Первый вопрос Да То что Приняли Необходимость Существования Общины Потом Каждый Говорит Я там Готов Своим Имуществом Своим Деланием Своим Голосом Войти В общее Делание Вот здесь Как бы Есть возможность Уже Возникнуть Общине Горизонтального Уровня Которое Обеспечивает Продолжение Рода И выживание Его В какой-то Обозримой Перспективе Вот это и есть Первый Краеугольный Камень По большому счету Согласие На принятие Но Большая проблема Я говорю Недостаточная Подготовка Тех которые Как правило Тех которые Претендуют На верховенство В тех или иных Славянских Русских Объединениях Которые Исповедуют Или пытаются Исповедовать Родовой Обычай Поэтому Я говорю Что Одна из Важнейших Задач То что Мы Все таки В ближайшее Время Надеюсь Сможем Создать Образовательный Центр Где Именно Верховоды Могут Уже Воспринимать Экономические Позиции Обучаться И Первичным Схемам Социального Построения Управления В том числе При условии Что человек Не несет Себе Только Корысть А Несет Себе Все таки Достаточно Большой Элемент Служения Своему Роду Своей Общине Это Потенциально Поэтому Я говорю Опять же Большая проблема Что полноценный Договор На сегодняшний день Сами люди Составить Особо не могут Поэтому Тут И Краеугольный Камень Существует Но Возможность Реализации На сегодняшний день Имеет Определенную Проблему Но Даже Те юристы Которые Есть Современные И есть Достаточно Большое Количество Людей Юридически Подкованы Которые Интегрированы Все таки В наш Обычай В нашу Традицию Которые На уровне Горизонта Какого-то Опять же Временного И Событийного Они Это Способны Реализовать Это первое Составляющие Алексей Ты знаешь Я думаю Что пришло Вот время Такое Взять на себя Некую Ответственность И подготовить Некую Рыбу Документ Договор Для тех Кто собирается Подготовить Себя К общине Кто собирается Создать Или вступить В общину Потому что Идей Общине Создание Общин Достаточно Большое Количество А с чего Начать Многие Не понимают И здесь Необходим Мне кажется Такой Сбор Свод документов Первичных Которые бы Помогли Разобраться Будущим Общинникам С чего Начать Где Выбрать Место Для общины Как договариваться С властями С местными Какими-то Структурами Какой договор Между собой Установить Какой Устав Должен быть Какие Системы Управления Должны быть На период Создания На период Перехода На период Существования Общины Через 10 20-30 лет Потому что Когда я общаюсь С людьми Городскими Которые О бабочках Имеют только Представление О цветочках А не о том Как жить на земле То я хватаюсь За голову Все говорят О этом Высоком Нашем О том Как надо жить Как надо все здорово И выступают Многие известные люди Тоже об этом говорят Но Этих людей Я спрашиваю А ты сам-то на земле Хоть день жил Ну ты хоть Что-либо Из инструментов Держал в руке Ты хоть одно дерево Посадил Или там Брюква Тоже самое Умеешь сеять Или сохранить И так далее И выясняется Что нет Это все теория Это все теоретики Те теоретики Которые о многом говорят Красиво говорят И потом люди загорают И так далее Вот к чему Что Необходимо иметь Какие-то Предварительные Документы Которые можно взять За основу И где-либо Применить Еще одна проблема Когда люди Опять же Городские Приезжают Они начинают Строить копу Друг друга Во-первых Не зная Во-вторых Не зная О том Кто Ну Является Кем является Человек Рядом с вами Стоящий Какое у него Умственное развитие Какие у него Стремления внутренние Его предназначения В жизни Какой Варни Или Там К чему-то еще Он себя Относит Или к чему-то Он относится И вот тут Возникают Много-много Проблем И говорю Все перерождается В банальную Демократию Вот как они жили Так они и начинают На земле Делать Но это же не будет Являться в конечном итоге Общиной Это будет Очередное Поселение По уставам Демократии И с восторженными Глазками Смотрящими в небо И взимающие руки В небо Там По каждому случаю И праздники И по делу И без дела Будут устраиваться И на все лады Там и так далее То есть Общины как таковой Не будет Будет Сбор Дачников Экопоселенцев Так что я предлагаю Как-то вот Подумать И тебе И другим людям С ведущим Ведущим О том Что пора Уже Выкладывать Некие Документы Некие Справки Некие Подготовленные Может быть Направляющие Как с чего начать И чем заниматься На период Первый На период Второй На период Третий Когда у вас Уже там дети Будут взрослые Рожденные Здесь Вашей общине Потому что Не исключено Что на первом Этапе Вот такого Копного Права Там просто Ну не получится Первые Может быть Десять лет И это надо Каким-то образом Все урегулировать Но это так Мое пожелание Продолжай У нас остается Еще 30 минут До твоего отъезда Хорошо Ну значит Тут я немножко Наверное Дополню То что ты сказал По мере Опять же Своего понимания То что Да Ты люди Как ты говоришь Люди С одной стороны Готовы Но С другой стороны Вот у нас Сейчас есть Волшебная Такая штука Интернет Где Каждый Там Прикрывшись Тем или иным Ником Или еще чем-то Может себя Считать Там условно Демиургом Вселенной И Когда Возникает Вопрос А вот уже Пора бы Взаимодействовать Друг с другом Гвоздь Можешь забить Ты как-то Не очень А кто ты Ну вот Мог бы там Полками Государствами Руководить Вселенной Создавать А гвоздь можешь Нет Гвоздь как-то Никак Поэтому Плюс Вот эти Как бы Наши Изначальные Варновые Составляющие Большинство Они Сбиты К сожалению И Еще Ключевой Момент Что Вот этот Момент Подчинения Себя Любимого Общей Идеи Это тоже Самая Одна из Наших Болезней Потому что На уровне Животного Составляющего Когда Прямо Взаимодействие Ни с кем Нет А ты там Взаимодействуешь Либо через интернет Либо вообще Через свое воображение Многие К сожалению Достаточно Интенсивно Раздувают Себя И свою Значимость И поэтому Когда Сталкиваются С кем-то Из людей Возникает Ну Как минимум Непонимание А в Большинстве Случаев Совершенная Невозможность Взаимодействовать Потому что Люди Быстро Умудряются Разругаться На самых Простых Казалось бы Обыденных Вещах Потому что Вот этот Элемент Прямого Взаимодействия На земле Он к сожалению У большинства Из нас Выбит И поэтому Когда Люди Собираются Просто так В горизонтальном Уровне В самом Коротком Времени В большинстве Случаев Как я наблюдал Происходит Именно Как это Разругивание И разбегание Условно Спина от спины И кто дальше Отлетит Примерно так И Это Почти Непреодолимая Составляющая На сегодняшний день Но Как бы Я уповаю на что Что Все таки Соберется Достаточное Количество людей Которые Проявят Необходимый Уровень Здравомыслия И Смогут Создать Какую-то Общину Которая Реально Сможет Стать Примером Или Какие-то Общины Я надеюсь Не то что я надеюсь Я все таки в это верю От всей души Потому что понимаю Что другого Варианта Для нас Как выживание Как схема Взаимодействия Как способ Построения Своей яви Просто нет И не будет И вот эту Безусловную Правду Я хочу Мою правду Как я ее понимаю Донести До каждого Что Каждый Пришедший В общину Или пытающийся Эту общину Построить Он для себя Должен Прежде всего Понять Ты Лишаешься Определенной Определенной Части Своего Суверенитета Порой Очень большой Но это Позволяет тебе Обрести Совершенно Другое Качество Жизни И возможностей Со-творения Со-обществе В общине И вот этот Элемент В головах Он должен Сформироваться Что ты Отказываешься От своей Самости Отказываешься В достаточно Большой степени От своего Суверенитета И готов Точно так же Жертвовать Своим Материальным Каким-то Ресурсом Своей Работой Своими Деньгами Своим Своей силой Для Общего Только тогда Нечто Будет Возникать Вот это Ключевые Моменты Но Опять же И поэтому Я вижу Что только Собственно Горя Те Общины Которые Как я В одной Из прошлых Бесед Касался Имеют Четыре Составляющих Или как Минимум Три Те Постепенно Двигаются И начинают Выстраивать Своё Событие И вот Первое Как я Сказал Это Общий Устой Общий Устав Общий Уряд Который Определяет Кто Мы Как Община Есть Что Мы Как Община Делаем Зачем Мы Делаем Это И Через Какие Инструменты Мы Осуществляем Своё Событие В данном Случае Это Взаимодействие Второе Второй Краеугольный Камень Который Позволяет Общине Начать Формироваться Как я Человек Принял Для себя Как основную Мысль Что Община Нужна Вторую Мысль Он Принял Что Отчасти Своей Самости Суверенитета И отчасти Своего Имущества Для общей Пользы Ему Придётся Пожертвовать И Соответственно Вторым Элементом Здесь Возникает Для Бытия В горизонте На земле Это Общий Кош То Общая Касса Взаимодействие Не взаимопомощи А взаимодействие Почему? Потому что Как на сегодняшний день Достаточно Многие Понимаются Соглашаются Что Деньги Являются Эквивалентом Намерения И силы Не являются Силой Сами по себе Но являются Эквивалентом И соответственно Если люди Умудрились Договориться С собой И начали Собирать Кош То бишь Общую Кассу То В этом Случае У них Появляется Возможность И не только Возможность Но у них Реально Начинает Собираться Общая Сила Общая Сила Почему? Потому что Если мы Что-то Делаем Сообща И направляем Это Сообща То Значит Сила Начинает Собираться А сила Начинает Собираться Дальше Вот Согласно Опять же Уставу Определяются Категории Куда Общий Кош Расходуется Там Как правило Это 5-6 Категорий Но Никуда Пока В сторону Пока Учатся Пока Кошевые Растут Пока И В материальном Плане И В плане Умения Правильно Распоряжаться Им Значит Возникает Вот это И Почему Без Как Вот Мне говорят Вот мы Общины Я говорю Кош Собираете Нет Я говорю Ну Значит До Общины Вам Еще Далеко Потому что У вас Нет Не уровня Обрыв Связи И Опять Прорывается У нас Связь Алексей На 5 Минуточек Можно Сделать Перерыв Музыкальный Давай Сейчас Я как раз Придумаю Какой нам Сделать Перерывчик На 5 Минуточек Вы Слушаете Народное Славянское Радио Продолжаем разговор Продолжаем разговор На Народном Славянском Радио Напомню Что по одному Из современных Календарей 2 июня 2016 Года Четверг По одному Из старинных 12-й день Месяца Ветров 7500 Двадцатого Лета Неделя В чате Поздравляют С Днем Бога Яровита Присоединяюсь Хорошее Поздравление Также Я напоминаю Что мы говорим Про родовые Общины Главное С ведущей Сурияр Мы прерывались На музыкальную Паузу Поскольку Сурияр попросил Прерваться Ну вот 5 минут Мы отдохнули Напоминаю Тебе Что 15 минут До твоего Вылета А у нас Еще вопросы Есть Как мы поступим Ну как Я Давай сейчас Немножко Подрезюмирую Тогда Потому что Тему нам надо С одной стороны Раскрывать Но так как На перспективу Заявлено Что мы Не раз Еще видимо К этой теме Возвращаемся Потому что Она ключевая Вот Значит Как я говорил Что Основная Тут Как-то недавно Полемика С одними Из Радовичей Была Он говорит Типа Вот нам Мешает Это 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 Я говорю Кроме Нас самих Сегодня Нам В нашем Строительстве Наших Общин Нам никто Не мешает А мешает Наша Вот Недостаточная Осознанность Недостаточное Понимание Необходимости И схемы Взаимодействия Поэтому Как бы Как я еще Вот говорил Что каждому Надо понять Для себя Простую вещь Что реальное Выживание Оно С одной стороны Необходимо Но Оно и возможно Только Лишь В согласованной Группе То что мы Называем Общиной Это как бы Первый уровень Выживания На земле В горизонте Когда Таких Общин Становится Больше Значит Они уже Способны Выстраивать Несколько Слоев Своей Защиты Своего События Своего Экономического Взаимодействия То К чему Мы собственно Говоря Людей Постоянно Призываем И любой Любой Человек Который Принял Для себя Это понимание Эту мысль О необходимости Сосуществования События В общине Он должен Понять Что первым Врагом Его В этом Событие Является Его самость Его желание Потому что Нам Тоже Некоторые Люди Пытались И ныне Пытаются Донести Некую Идею Воли Вольности Так вот Воля Дело Хорошее Но Воля Подразумевает Еще Как бы Несколько Значений Одно из них Это значит Собрание Своего Своей Самости И направление Ее В определенном Русле Для достижения Определенной Цели Это и есть Сила Воли Вот и все Поэтому Себя Надо привести В определенное Состояние Для того Чтобы ты Любой из нас Мог Взаимодействовать С людьми В общинном Ключе Вот А чтобы Община Начала Взаимодействовать Между собой Да Это значит Люди Не важно Двое Трое Четверо Пятеро Десять Они должны Заключить Как говорится Договориться На берегу Заключить Между собой Первичный договор Кто они Что они делают И какой цели Они хотят Достичь При взаимодействии В общинном Ключе Это Вот это И один из элементов Обязательного События В современном Мире Это Собирание Силы На земле В виде Коша В виде Общего Взаимодействия В виде Общего Труда Это вот Два Земных Краеугольных Камня Которые Позволяют Общине Проявиться На свет Как Продолжить Существование В длительной Перспективе И прийти К правильному Пониманию Самое Себя И Определению Более Высоких Целей Потому что Выживание Это Первичная Цель Развитие В материальном Плане Это Следующая Цель Развитие В духовном Плане Это Тоже Следующая Цель И Каждая Из них Определяется Тем Или Иным Действием Почему Я И говорил В Следующих Беседах По Возможности Как бы Разберу Что По сути Вот Четыре Краеугольных Камня Это Общий Уряд Устав Устой Общий Кош Как способ Собирания Силы И определения Куда Направляется Эта Сила Третье Это Общий Обряд То есть Попытка И Возможность Взаимодействия С духовными С духовными Планами Которые Нам Доступны При Взаимодействии С Нашими Светлыми Предками Родными Богами И Четвертое Это Как бы Необходимость Поискать И по Возможности Найти Людей Достаточно Сведающих Которые Могли Бы Реализовать Вот Это Общинное Духовное Поле И Как бы Дать Передать Ту Мудрость По которой Община Могла Бы Двигаться Вот Четыре Основных Краеугольных Камня Которые Позволяют Общине Выжить Выстроить Свой Мир И Продолжиться В плане Развития Вечности Алексей Ну что ж Давай Время Совсем Насмало Ставится Бегло Пройдемся По вопросам И напоминаю Что Скорее всего У нас Еще Будет По родовой Общине По родовым Общинам Эфир Где мы Был вопрос В эфир Община Ли Брала На себя Обеспечение Ведь Обычно Молодоженам Ставили Дом Родичей С обеих Сторон Разве Это Община Из Родичей Ну Во-первых Родичей Раньше В деревне Было Думаю Многие Еще С этим Сталкивались Слава богам Мы не так Далеко Ушли От этого Что Целая Деревня Была Могла Состоять Из одних Только Родственников Или из Двух И роды эти были Не один-два человека А десятки А порой И сотни людей И соответственно Так как это Поместная Община Никто Не гнушался Тем Чтобы оказать Помощь Молодоженам Это Слово Какое было На содержании Или что там Что-то в вопросе В вопросе Звучало так Что Ставить дом Родичей Разве это Община Из родичей То есть Здесь Ну про дом Видимо Когда молодожены Да Они вот Сходили Не возникал Этот вопрос Потому что Роды были Достаточно Многочисленные Великие Они взаимодействовали В постоянном режиме Поэтому А тем более Как бы Сходились Бывало что Два рода И соответственно Они Совершенно Спокойно Вот эти Элементы Первичного Как бы Бытия Молодой семьи На земле Решали достаточно Легко и просто Да Ну и Надо не забывать Что соседние Деревни Тоже были Продненные Часто Поэтому Рода И соседние Деревни Приходили И Часто Общаясь Тоже А как Это все Происходило Да очень Просто Говорит Заготавливали Отцы И деды Заготавливали Лес Сушили Его Какое-то Время Да Дальше После этого Ну план уже Был понятен Как строить После этого Давался Общий сбор Собирались Все родичи Все друзья Близкие И буквально Там за один день Сруб ставился Укрывался крышей А дальше Женщины начинали Например Там что-то украшать Или что-то еще делать Если это южные То Как правило Это уже Штукатурили Если это северные То конопатели В зависимости От того Где чего Ну а мужики Их задача была Именно вот Собрать под крышу Подвезти Чтобы уже Можно было там Внутри полы Делать и так далее Чтобы сруб уже Мог отстояться И ко времени свадьбы Уже было готовое жилье Вот так это все Происходило Если это сруб То он отстаивался Ну какое там время Год к примеру Или два Уже понятно было Когда что происходило А если это Мазанка Хатка То в этом случае Нужно было ей высушиться Ну как летний сезон Например И так далее Ну опять же Здесь тонкости есть Мы сейчас на них Остановиться не будем Но суть в том Что да Всегда помогали Дружно Все семьи Все общины Все деревни И помогали молодым Это был праздник счастья Виталий Вопрос в эфир Община Это семья Не зря же Николай II Уделял внимание Общинам И сельскому хозяйству Это экономическое влияние Это экономическое влияние Имело Ну Вопросы Он содержит в себе Ответы Ну как бы Насчет того Что Николай II И Столыпин Разные экономические теории Держались Наверное Все таки нет Экономическая теория У них была одна Просто Столыпин Как бы Не успел Ее притворить жизнь А так да Община Это семья Это ну Как бы просто Семья И род У нас вот часто В понятиях путается А так по сути Община Это род В лучшем Своем проявлении Если у людей Достаточно Глубокое понимание Уровень Эмпатии Приятия И доброжелательства Друг к другу Значит они Воспринимают Другого Как ближайшие Свои родственники И поступают Соответственно С этим восприятием Дальше Андрей Это Мас Вопрос в эфир Натуристская община Община Натуристов Прозвучала От сведущего Это про Натуристов Людей Которые пропагандируют Здоровые отношения К своему И чужому Обнаженному телу Прошу прощения За вопрос Если я прикопался К словам Ну Может В данном случае Я скажу Что я натура Это природа Вот И все Поэтому Природные общины Имеются Стремящиеся К жизни На природе Вот что я имел ввиду Понятно Не нудисты Натуралисты А именно природники Вопрос от Виктора Леонидовича Во времена Когда крепостное право Существовало Разве Не общинами жили Может Различать Надо Община И способ Управления Общиной А не то Что мы сейчас Тут наговорили Да нет Крепостное право Все-таки Уже Искорежило Общину Ну вот Представьте Община Живет А потом Помещик Или крепостник Решил Ну вот Нужны мне деньги Я беру Половину Общины Продал Ну и где Она Эта община Община Это значит Некая Самодостаточная Единица Которая Способна Существовать Свои интересы В том числе То есть Первобытная Общинная Форма Управления Подразумевает Что не какой-то Князь Не какой-то Крепостник Помещик Управляет Кем-то И как Баранами Направо Налево Может там Распродавать Как баранов А именно Это когда Община Назначает Себе Управление Назначает Тех Кто будет Следить За порядком И в общем-то Эти люди Они На какой-то Срок Не избираются А назначаются А крепостник Это Неназначенный Из общины Поэтому Общины Как таковой Быть не может Могут быть Общинные Какие-то Вопросы Общим Решением Каким-то Например Помочь кому-то Убрать урожай Но на этом Все и заканчивается Это неполноценная Община Дальше Вопрос Эфир от Владимира Измытич Сурьер Извини Алексей Я это самое Прошу прощения Я уже Сейчас Выскакиваю Потому что Уже Гудят Мне ждут Люди Жаль Потому что Последний вопрос Остался Ну ладно Раз ты выскакиваешь Давай Вопрос Он останется По возможности В следующей передаче Мы его озвучим И человек Получит ответ Хорошо Прощайся с нашими Радиослушателями И в добрый путь Всем Радовичам Благодарствия За то Что слушали За то Что Все-таки Участвуете В том Что Мы вместе Развиваем И проявляем Наше общее Миропонимание А через это Глядишь Сможем проявить И наш общий мир Всем благо Всем здравия Всем добра Благодарю И через неделю Мы встретимся Это будет 16 июня И Сурьер назначит тему Я думаю Что может быть Коснемся и общины еще Ну что ж Пока Сурьер Собирается уже Сливые те пути Скатертью Как говорится Дорожка Вот Всего самого доброго Боги тебе в помощь Я подложу итог Сегодняшней нашей передаче Конечно же За двухчасовую беседу Изложить все тонкости Родовой общины Это практически невозможно Я со своей стороны Касался Старался касаться Вот нашей древности Какой-то Старался Касаться Того Как По конам Жили наши предки Указал на то Что все-таки Не тысячи Не две тысячи лет И Сурьер согласился Нашим Родам Намного больше Времени Отводилось И семь тысяч Пятьсот Два четыре лет И тринадцать Там тысяч лет И много-много чего другое Кому-то интересно Посмотрите пожалуйста Сами И всегда Держава была Достаточно большая И слово держава Здесь тоже Не просто так упоминалось Именно не царствование Не государство Не краина А именно Вот держава Держава В большом смысле Это слово И Если посмотреть Древние карты То там указывается Как раз Держава Которая занимала Площадь Больше чем И царская империя И больше чем Советский союз Который Известно Что это Самые большие Государства И системные Образования Были В последней Нашей ближайшей Истории Современной Вот И упомянул Что первобытно Общинным строем То есть исконно Общинным строем Жили наши Предки И вот к этому Надо всем стремиться Другое дело Что мы На сегодняшний момент Как я уже говорил Исходя Из реалии жизни И испорченности Вот этим социумом Наших умов Не можем Воссоздать На сегодняшний момент В полной мере Ту державность Ту первобытную Общинность Которая нам Свойственна Генетически А мне больше нравится Слово Породу Потому что Нас приучили Или к социализму Или к демократии Или к стремлению К коммунизму Или к капитализму Или к чему-то еще Измов намного Навешали И причем Измы не в нашем Древнем представлении Не истинно земного мира А вот Измы Несколько извращенным Поэтому Вот мы будем Разбирать Наверное В следующих передачах А как Как это строит Родовую общину Какой тогда Строй Там будет В этой Родовой общине Что это за Система управления Ну Копы Явно не получится Потому что Чтобы копу создать Ну Нужны копные мужи А копный муж Все-таки Он должен обладать Теми качествами Которые я перечислял Это и Мудрость Это и доверие Своих Соседей Общинников Это и свое Натуральное Собственное Сильное Здоровое хозяйство Это определенное Количество детей Дети должны быть здоровыми А не какие-то там Больными Сопливыми Как у нас сейчас Главное Чтобы было много детей А какие Нет Не важно Вот этот вариант Там не проходил То есть Мудрость Во всех направлениях Только такому человеку Можно было доверить Что-либо И главное Чтобы человек был Не какой-то куркуль Под себя Все тянущий Не все для Себа Для семьи Да Как у нас сейчас говорят А именно Через общину Получение себе Каких-то благ Но сначала община Должна быть Потому что Не будет общины В конечном итоге Придут чужезенцы Инозенцы Чужестранцы И у тебя что-то Это все отберут А если будет община Ну попробуй Это кулак разбить А если будет держава Так тем более Вот и получалось Что крепкая семья Крепкая община Крепкая весть Крепкая держава Они все вместе Укладывались Все вместе Собирались воедино Вот Вот к чему надо стремиться Ну а как этого достичь Вот об этом мы поговорим В следующих наших передачах Ну что ж Напоминаю Что сегодня у нас 2 июня 2016 года Четверг По одному из современных Двенадцатый день Месяца ветров 7524 лет Неделя В очередность повторяю Что по одному Потому что календарей Существовало Очень много Ну вот Мы на этом остановились Как бы И От него Отталкиваемся Кстати по нему День Бога Яровита И здесь вот Благодарю Что в чате напомнили Всех я вас поздравляю Лишний раз Своих богов Упоминать надо Чтить их надо И Не забудьте Что нибудь Сделать такое Доброе и светлое В почитании Нашего светлого бога Говорили мы Про родовые общины В этом эфире Главный Соведущий Сурияр Обещался Как говорил там Фрекенбог Он улетел Но обещал вернуться Вот когда вернется Мы продолжим Я думаю Тему родовой общины Это будет через неделю Средите за анонсами А на сим В общем то Я с вами прощаюсь Желаю вам Добра Здравомыслия И напоминаю В заключении Вот еще самое главное Что вот Василий Васильевич Объявил тот конкурс На то А как будет правильно Называться Наша первая Славянская социальная сеть То есть такой конкурс Объявил Также у нас Есть лавка сувениров Наши друзья Сделали лавку сувениров Здесь тоже в чате Ссылочка есть Где можно Себе Приобрести Сувенир И наши друзья Они готовы Часть от прибыли Направлять В нашу казну Радио Также напоминаю Что сувениры Вы можете Свои Предлагать Варианты сувениров То есть украшения Для маек Для часов Для бейсболок Для календариков Для чего угодно И эти Украшения Эти символы Эти знаки Эти Не знаю Как еще Дизайнерские Ваши изыскания Будут Направляться К нашим Друзьям И они будут Изготавливать Уже Сувенирную Продукцию С вашими Предложениями С предложенными Вами Вариантами Оформления Так что Участвуйте В этом У вас еще Появляется Одна возможность Стать творцом И проявить себя Вот в этом Хорошем направлении Здесь был вопрос Зачем нужны Сувениры Проще Деньги Передать радио Да Так проще Конечно Но Когда вы К примеру Покупаете 10 или 20 Или 30 Календариков Маленьких И просто Своим друзьям Раздаете То представляете Насколько Интереснее Когда у человека Появляется Маленькая Какая-то Вещица Ну копеечная Здесь даже Дело-то не в прибыли И не в том Что вы поддержите Радио финансово Нет Это меркантильный вопрос На втором плане А может быть На третьем На десятом Просто человек Когда держит В руке Календарик Настольный Может быть Или карманный Календарик Или какую-то Безделушку Кружку Безболочку Там Не знаю Майку То у него Другое ощущение У него Другое представление Это Ну что-то такое Вот Интересное Какая-то Появляется Игра Что-ли Внутренняя Заинтересованность Обратиться Кому-то показать Рассказать Вот это вот Для этого И сувенирная Продукция Нужна Никогда нам Предложили Наши друзья Это сделать Ради Бога Пожалуйста Ну вот В принципе Я все сказал Какой день Все тоже обозначил Уточнил Что следите за анонсами И с вами Я уже прощаюсь Желаю вам Всего самого-самого доброго До новых встреч Услышимся Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин